здравствуйте меня зовут юля сегодня показываю свои пустые баночки косметики из коробочек красоты начнем с очищающих полосок от seto уже много раз показывал их в своих видео три полоски для носа три полоски для лба или подбородка сама я их не покупаю но когда они попадаются в коробочках я их с удовольствием использую для меня они работают хорошо так как должны работать очищающие полоски далее шампунь акулия сила активатор роста волос я его использовала не по назначению он показался мне во первых агрессивным для волос он делает просто воронье гнездо на голове и никакие маски не помогают и при этом он очень слабо концентрированный его нужно наносить многое или споласкивать волосы как минимум два раза используя довольно таки много продукта и я решила что я не буду с ним мучиться я просто использовала его на стирку дневной крем флюид из розовой серии от librederm мне понравился здесь 50 миллилитров помню что попадался мне в коробочке рефгош очень мне нравится это лифтовая помпа которая позволяет использовать продукт до последнего при этом он не контактирует с воздухом один использовал сама один подарила маме вам его тоже очень быстро использовала хотя у меня он стоял довольно таки долго но его нужно лично для моей кожи очень небольшое количество на одно нанесение ну тем более что он действительно легкий иногда хотелось каких-то более насыщенных текстур я не каждый день его применяла но мне понравился и аромат и не слишком сильный и текстура приятная которая хорошо впитывается не утяжеляет кожу не делают ее жирной далее идет шампунь бальзам детский my teddy 400 миллилитров большая упаковка тоже у меня ушел на стирку шампуни для детских волос мне не подходят мне нужно что-то более очищающая но в то же время не слишком агрессивная но вот этот шампунь этим требованиям моим к сожалению не соответствовал для деликатных тканей шампунь не использую с удовольствием еще одно средство для волос эта маска от марки ходат насколько понимаю это у нас израильское производство 250 миллилитров и косметика это очень недешевая насколько помню эту маску нужно было носить даже на кожу головы подходит эта маска для окрашенных волос интенсивно увлажняет как волосы так и кожу головы довольно такой свежий у него аромат немножечко мяты даже и здесь есть может быть для успокоения кожи головы приятная маска я не скажу что я прям побежал ее приобретать но то что она вот в таком большом размере попалась мне в коробочке по моему это был royal samples я с удовольствием познакомилась с этой маркой до этого я никаких средств от нее не пробовала миниатюра геля для душа с конопляным маслом 48 миллилитров я неудачно открыла флакон сломала крышечку мне пришлось его сразу же брать в использование аромат приятный но это аромат нишевой мужской парфюмерии очень такой свежий терпкий и если бы у меня была большая упаковка я бы не выдержала просто им пользоваться долго не каждый раз мне хотелось его использовать из-за этого аромата на мой взгляд он больше для мужчин подходит от холиполе сухой шампунь 75 миллилитров такая миниатюра неплохой сухой шампунь я пытаюсь тут посмотреть кто изготовитель изготовитель турции оказывается он неплохой хорошо распыляется единственный минус но это очень часто у сухих шампуней встречается это слишком интенсивный аромат который просто перебивает все и парфюм и крем для тела все ароматы перебиваются вот этим сухим шампунем вроде как аромат должен быть какой-то цитрусовый но на самом деле пахнет какой-то химией в общем я бы покупать не стала но на самом деле я ищу какой-то удачный сухой шампунь и так я пока не нашла то что я бы действительно хотела приобрести сейчас у меня миниатюрка от кларан я тоже не могу сказать что мне этот шампунь нравится поэтому я пока в поиске пока не определилась как же называется этот бренд коксир не знаю это корейская косметика в сто лет в обед уже этому крему этой эмульсии гиалуроновой 30 миллилитров здесь было заказывала еще составе какой-то бьюти коробочки с сайта ахерб здесь содержится гиалуроновая кислота алоэ вера и растительный комплекс очень приятное по текстуре средства похожего на эмульсию от либридерм они у меня стояли в открытом виде параллельно и поэтому их то и другое средство я использовала очень долго по большей части у меня именно в уходе за лицом если это какие-то сыворотки если это крем и чаще всего у меня миниатюра вот такие полноразмеры полноразмерные средства у меня конечно расходы расходуется очень долго потому что я даже не всегда хочу использовать какой-то крем после сыворотки особенно это касается теплого сезона конечно когда холодно и на улице и когда включается уже отопление кожа становится более сухой я конечно расходую больше средств но все равно мне миниатюрок из коробочек больше чем достаточно крем от норева из линейки x foliar прошу прощения матирующий для уменьшения пор но здесь такая миниатюрка всего лишь в 3 миллилитра французская аптечная косметика очень приятный крем использовала с удовольствием ну конечно он не понравился больше по текстуре нежели чем по действию он быстро впитывается действительно кожу не жирнит использовала вот именно в теплый сезон когда кожа становится такой склонной к жирности и вот такие средства я могу спокойно использовать конечно на зимний период мне уже такие средства не пото не подойдут женфи от урияш это пенящийся гель для интимной гигиены всего лишь 3 миллилитра в общем использовала и можно забыть так и остался у нас осталось у нас пенка от и низ фри зеленым чаем 10 миллилитров такой майонезный пакетик был ну что я могу сказать по поводу корейских пенок это вот такой классический вариант который из горошинки дает очень обильную пену не могу сказать что она пересушивает кожу лица но это не мой любимый формат я люблю больше такие европейские средства есть у меня и кремовые умывалки и гелевые и и масляные ну вот корейские я бы не покупала ну вот то что попадается в коробочках я использую конечно тестирую но сама бы я не купила такую пенку от апевита две маски с апельсином из тыквы с тыквы я пробовала впервые эта маска мне понравилась это такая кремовая белая маска очень приятно выравнивает текстуру кожи но ее нельзя перри передерживать потому что она немножечко может покраснение вызвать а так очень приятная маска единственный может быть момент это то что маски вот апевита они основаны на натуральных компонентах зачастую на эфирных маслах и они немножко специфически пахнут такими натуральными какими-то эфирными маслами но маска мне понравилась каждая саше я использовала по два раза маска с апельсином ну такая на мой взгляд более простая я ее использовала после глиняных масок когда хотелось кожу немножко успокоить и напитать но вот такие форматы я конечно бы самостоятельно покупать не стала мне еще есть в запасе какие-то по-моему другие варианты этих масок у них достаточно большой ассортимент буду использовать то что есть но вот сама именно такие саше которые можно сказать на одноразовое применение я бы не стала покупать конечно экономически абсолютно невыгодно от erborian 2 саше бамбуковая сыворотка очень приятные текстуры конечно у уходовой косметики эрбориан здесь совсем такие маленькие объемы здесь полтора миллиметра миллилитра здесь больше миллилитр использую всегда с удовольствием но в сторону покупки я даже не смотрю потому что цены конечно для меня там высокие вот этот флюид с бакучиолом тоже понравился это же как раз я его взяла на теплый сезон когда какие-то воспаления могут появляться но опять же здесь очень маленький объем хватило всего на несколько раз естественно какого-то долговременного эффекта от длительного применения я не увидела эссенция из линейки про коллаген от или мисс это такая тягучая гелевая прозрачная текстура мне не совсем нравится вроде как она действительно до увлажняет но она как-то утяжеляет кожу если я пользовалась вот этой эссенции то уже никаких сверху увлажняющих средств я не хотела наносить но эта косметика очень дорогая я использую только те средства которые попадаются в коробочках полноразмеры покупать и даже не смотрю в эту сторону тонер тоже какая-то корейская марка особо мне не известная но использовала использовала и средства для волос саша маска вот hair vital с маслом шив для сухих окрашенных поврежденных волос сам маска довольно таки густая работает но как-то вот так что прям я пошла ее покупать нет шампунь их увлажнение блеск бессульфатный укрепляющий производит у нас торговый дом grass который бытовую химию производит и различные средства для душа у них есть и мыло жидкое но проходной абсолютно вариант не концентрированный шампунь его надо прям много та же история вот об этих средствах и шампунь и кондиционер для меня оказались абсолютно такими проходными вот эти мне понравились больше баупс and roots называется бренд это у нас по моему итальянское производство два саша по 15 миллилитров приличный очень кондиционер и хороший такой концентрированный шампунь но попробовала сказать что я пойду покупать опять же нет вот такие у меня были пустые баночки вроде как использовала что-то понравилось больше что-то понравилось меньше но не за одним из этих средств я не пойду в магазин чтобы все это повторить у меня большие запасы косметики из коробочек миниатюры пробники полноразмерные средства так что буду работать над тем чтобы все это использовать как всегда благодарю за внимание обязательно делитесь своими мнениями комментариями всего доброго до свидания